здравствуйте всем здравствуйте привет привет он к нам кто-то подключился девчонки привет в и даже к нам сердечко прислали все супер и второе тоже так девчонки привет всем сегодня у нас четверг сегодня у нас 28 декабря и мы с вами встречаемся в прямом эфире но не как обычно а чуть-чуть пораньше по времени потому что надо все бегом надо везде успеть вот поэтому мы сегодня с вами делаем быстрые дизайны какие-нибудь новогодние и прощаемся до начала следующего года с вами на связи наталья как люгина город ростов-на-дону инструктор из школы мирошниченко вот и мы с вами обычно как бы делаем дизайны такие незамысловатые и я вам рассказываю о том какие материалы как бы вышли до за последнее время и так далее но на самом деле тут уже за последнее время честное слово ничего нового не вышло принципе все что вышло мы с вами уже обговаривали заговаривали вот поэтому сегодня я хочу мы как с гель-лаками на гель-лаках сегодня вот хочу напомнить вам о том что есть еще такой материал как краски гелевые или гелевые краски вот значит по моему прошлом году выходили эти гелевые краски 6 оттенков значит но сейчас значит многие мастера не заморачиваются и работают только гель-лаками вот но были такие добрые времена старые лохматые когда работали только гелевыми красками я думаю что среди тех кто вот посмотрит прямой эфир или среди тех кто смотрит сейчас я думаю что есть мастера которые до сих пор работают гелевыми красками потому что материал довольно таки простой в обращении материал понятно что гель-лак во флакончике находится с кисточкой а вот гелевые краски они конечно в баночках а вот я сейчас вот так раскрою я даже наверное не буду полностью в баночках раньше были в тюбиках а сейчас уже в баночках сейчас я возьму салфеточку как это пока то что мы с вами вопросы если будут какие-то вопросы будут по дизайну естественно спрашиваете да и так нам пишут тут привет и привет дорогой наталья здравствуйте это я это я работаю татьяна нам написала что работает вероятно гелевыми красками да тань так сейчас я вот так вот потихонечку быстренько пооткрываю значит гелевые краски они конечно же были раньше чем любые гель-лаки и казалось что круче ничего на этом свете просто больше не может и быть вот но сейчас в основном предпочтение конечно же у мастеров это гель-лаки да ну что такое гелевые краски ну чем отличается да в чем главное же отличие гелевых красок от гель-лаков значит гель-лаки девчат это материал растворимый пористый материал да то есть если например я думаю что и сейчас то конечно мало раньше больше раньше больше так подождите чем метод немножко какая-то плохо держится сейчас мы попробуем подтянуть затянуть значит гелевыми красками работали раньше все гель-лаков не было чем же отличие значит гелевые краски девчат в отличие от гель-лаков это нерастворимый материал значит гелевые краски если нанесены на укрепленную на укрепленной базой натуральный ноготь то конечно же растворить их будет невозможно гелевые краски спиливали раньше пока мастеров не было там машинах в таком большом ассортименте как сейчас все пилят машинками фрезы да покупают работу вот то раньше конечно же в основном это была ручная работа и все спиливалось вручную поэтому когда моделировались ногти вот и видите какой я древний вообще товарищ значит спиливались значит выкладка тонко наносилась база потом моделировали с гелем скульптурным гелем сейчас можно акригелем да сейчас полигелем чем только не моделируют ногти вот потом наносились гелевой краски потом закрывалась топом и при коррекции все это спиливалось вручную потом появились машинки фрезы и так далее начали все это пилить машинками и конечно же и гель-лаки да подразумевались под собой когда они появились в работе у мастеров гель-лаки наносили значит много точно на год на натуральные ногти например там базу цвет топ и при коррекции это размачивалась да то есть как бы растворяла жидкость для снятия гель-лака и значит снималась поверхности там апельсину размягчили растворили и по апельсиновой палкой пушером все это аккуратно в материал снимался сейчас в основном мастера работают машинками и поэтому в принципе все равно да гель-лак там был на поверхности или гелевой краски были на поверхности вот поэтому все это спиривается конечно же фрезами значит гелевой краски девчат конечно же они находятся у нас получается в тюбиках или в баночках и конечно же наносятся отдельными кистями да то есть для для того чтобы покрыть ноготочек гелевой краской брали либо классический квадрат либо овальную кисточку вот например четверочку шестерочку вот например у меня четверочка да и вот таким вот образом плотно 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 наносилась гель-лак давайте я возьму такую вот вы знаете я когда начала готовиться к прямому эфиру опять же да я точно также значит начала наносить и думаю боже мой в один тонкий слой плотно плотно ложится гелевая красочка вот смотрите на прозрачную типсинку никаких признаков прозрачности не остается в один очень очень тонкий слой конечно например значит было бытовало такое мнение что например гелевые краски нельзя наносить на натуральные ногти покрытые базой ну наносить то можно носиться будет или нет так вот если девчат вы значит смотрите как красиво их значит если например вы конечно же просто базой например нанесете базу тонким слоем на натуральный ноготь а дальше нанесете гелевую краску скорее всего она будет скалываться по одной простой причине ноготь мягкий база мягкая гелевая краска это более жесткий материал вот но если вы моделируете ноготочек если вы моделируете если вы задаете точку апекса да если вы задаете сгиб красивый ну конечно же в принципе как бы на хорошо смоделированный базой ноготь в принципе можно нанести и гелевой краски. И потом точно так же закрыть топом. При коррекции вам не нужно будет это растворять. При коррекции вы возьмете фрезу, машинку, все это дело спилите. Правильно же? То есть, по большому счету все равно. Гель-лак там был на ногтях, или это была гелевая краска. При коррекции это как бы не сильно будет отличаться. Видите, вот в один тонкий слой на прозрачный типсе смотрится вообще супер-пупер. Ну, я не буду все покрывать, потому что как бы занимает время. Мы и так сегодня чуть-чуть позже начали. Так давно мы не работали с этими чудесными-причудесными красками. Да, вот Лариса написала нам. Значит, добрый день, Наталья. Здрасте, здрасте. Итак, значит, мы сегодня возьмем работу гелевой краски. Значит, уже сказала, в баночках и наборы, как называется, Happy New Year. Что примечательно. Конечно же, цена, естественно, на гелевые краски сейчас, ну, как бы снижена. Вот, и поэтому, как бы, если в магазине продавалось, ой, по-моему, не помню, 3 600, 3 800, сейчас, конечно же, дешевле. Они продаются со скидкой, поэтому очень удобно. Расход минимальный, ложится плотным слоем. Вот, поэтому гелевые краски, девчат, очень, как бы, легкие в нанесении, то есть, как бы, без всяких проблем. Вот, и очень удобно, опять же, упаковочкам. Итак, значит, продолжаем наш разговор. Значит, дальше. Ну, тут все очень просто. Мы, на самом деле, сейчас с вами, как бы, сделаем парочку-троечку вариантов дизайнов несложных. Может, потом скриншот сделаете и скрин сделаете, и, как бы, какие-то будут идеи. Я думаю, что сейчас уже такая финишная прямая у всех мастеров остается сегодня рабочий день, завтра, и в субботу, да, наверное, уже 31-го, я думаю, что мало кто пилит. Хотя есть такие тоже мастера, которые пилят. Вот, ну, на самом деле, осталось таких два крайних денечка. Я всем желаю, конечно же, легкой работы, и хорошего заработка, да? Это у вас, как у артистов, у нас, вернее, не у вас, а у нас, как у артистов, у мастеров, да? Хорошее такое время заработка, когда нужно делать быстро всем, и все хотят именно вот уже прям предпраздничные дни. Вот, потом наступает январь, и в начале первых числах всегда, конечно, затишье. Вот, ну, и тем не менее, как бы, слава богу, что мы востребованы, есть у всех клиенты, и побольше всем денежных клиентов. Итак, значит, вспоминаем о том, что вот, скорее всего, пооставались у вас, если кто-то брал в работу, вот такие вот всякие слайдеры интересные, нескучный праздник, нескучный праздник, и там, и что-то там с рождественскими днями было связано. Мы уже, в принципе, делали с ними дизайны, но смотрите, вот, кое-что пооставалось, и все это можно, в принципе, применить, чтобы ничего нового не покупать. То есть, надо стараться делать из всех остатков, что у вас есть, то есть, как бы, дизайны, как бы, делаем из остатков. Надо, знаете, какую-нибудь такую рубрику такую запустить в прямом эфире. Вот, да, тебе боже, да, что нам не боже, вот все, что осталось, все можно пустить в ход, для того, чтобы не было, как бы, чего не было. Остатка вот этих, ну, деньги потрачены, да, никуда не применили. Так, ну что, давайте сейчас с вами, так, сейчас возьму, найду типсик, ну, парочку каких-нибудь вариантов все-таки с вами новогодних сделаем. А то разговоры разговорами, напоминания друг другу. Здравствуйте, нам пишут. Здравствуйте, привет, девчонки. Мариночка. Несема. Так, значит, клиентка пришла, и мы, значит, сделали укрепление ей базой, да. Значит, либо запиленная поверхность искусственного ноготочка, да, это когда тонко нанесли базу, смоделировали ноготь искусственный, искусственный ноготь смоделировали с помощью геля, алиакригеля, запилили, отшлифовали, обезжирили. Если вы делаете выкладку, значит, скульптурного геля без опила, настолько классно выкладываете, то получается, что базу нанесли тонко, смоделировали ноготь гелевой краской, вот, просушили, ничего не пилим, и сразу на запиленный слой наносим гелевую краску. Правильно же? То есть, как бы без всяких проблем. Так, не знаю, в каком цвете сделать. Так, нам написали, что, к сожалению, слайдеры такие с Дедом Морозом, если вот с Микки Маусом не дошли до Германии. Анна, да, вы прям даже, я прям даже расстроилась. Очень жаль, конечно. Но в любом случае, можно взять любую новогоднюю атрибутику. Не обязательно именно такие слайдеры, правильно? Вы же можете воспользоваться любой тематикой, скажем так. Ёлочки, Деда Морозики, Снегурочки, какие-нибудь там надписи и так далее. Все это может пойти в ход. Ну, давайте вот я, например, там в синем цвете сделаю, да, изображу вот под Деда Мороза. То же самое есть у меня вот в красном цвете, да, на самом деле, по большому счету, и то, и то получается одинаково, да, просто я взяла и в разных цветах это все сделала. Так, ну что, давайте в основу возьмем молочный цвет гелевой краски. Видите, вот она такая вот, как молоко, ложится плотным слоем, но не кипельно-белая абсолютно, а нам это совершенно ни к чему. Поэтому мы с вами на камуфлирующую базу сейчас нанесем, так, я сейчас чуть-чуть пониже. Так, все. Значит, гелевые краски наносим отдельными, конечно же, кисточками. И помним, что не просто нанесли тонким слоем и базу, и просушили, а именно смоделировали ноготь базой, да, смоделировали, сделали укрепление, выравнивание базой. И только потом вы можете нанести гелевые краски. Значит, на тонкий слой базы просушенной гелевую краску наносить не стоит, потому что она может сколоться, потому что она намного жестче, если сравнивать с гель-лаком. Еще раз повторю, самое главное отличие гелевых красок от гель-лаков в том, что гелевые краски это нерастворимый материал в отличие от гель-лаков. То есть это материал более жесткий. Вот, поэтому, как бы, конечно же, на тонкую, на тонкую подложку базы не надо наносить. На искусственную поверхность на смоделированный ноготь с камуфлирующим, ой, простите, каким, моделирующим гелем, да, то есть как бы абсолютно, без всяких проблем, на акри-гель, на гель, вот, то есть как бы гелевые краски стоят вообще изумительно. Ну, а если база гель-лака, то, конечно же, надо потрудиться и хорошее сделать укрепление. Вот, значит, теперь дальше, девчат, мы наносим с вами гелевую краску и надо подобрать для этого удобную для вас кисточку. Ну, не знаю, у нас это может быть идеальный мазок номер 0, это может быть тройка мазок, абсолютно не важно. Так, у меня упала кисточка, но я ее потом подниму. Сейчас не буду уже времечко терять, а то и так много времени. Так, и теперь аккуратненько на просушенный первый слой молочный наношу с краешку синюю гелевую красочку из этого же набора. Сегодня мы делаем покрытие гелевыми красками. Еще раз, нахэппи нью я. Краски гелевые. Так, и аккуратненько. На самом деле, можно ли, можно ли, допустим, гель-лаками сделать? Да почему нельзя? Так можно, конечно же. Правильно, девчат? Можно и гелевыми красками, и гель-лаками, и любыми материалами, что есть у вас под рукой в работе. И опять же, дизайны, которые мы делаем. Не надо делать их на каждом пальце абсолютно ни к чему. Можно было бы вот этим красивым, таким синим гелем покрыть, например, все ноготочки, а один пальчик, там, четвертый, например, да, ну, можно указательный. Кто-то любит дизайн только на большом пальце делать. Кстати, очень много видела в интернете таких работ сейчас, когда все пальчики покрыты одним цветом, а на большом пальчике там елочка, на большом пальчике Дед Мороз, Снегурочка, веточка, что только не рисует. Именно на одном пальце. Так, и мы с вами точно так же берем. И теперь, девчат, мне нужно аккуратно все это дело растушевать, да, то есть, как бы сейчас я возьму, например, палитрочку, палитрочку, палитру, да, ну, лучше по два, конечно же. Можно взять, например, базу, бейс-гель, мне чисто символически нужна капелька базы для того, чтобы легче было растушевывать. Смотрите, я овальную кисточку в капельки базу погружу, так в нашем случае, да, база бейс-гель, и теперь аккуратненько растушую краешки вот сюда вот аккуратно, к серединке. Можно взять, кстати, скажите, кисточку для градиента, почему бы и нет, ну, а я думаю, что вот овалом будет быстрее. С одной стороны и с другой стороны. И не обязательно, конечно же, брать там цвет синий или красный. Конечно же, девчат, можно взять любую гелевую краску или, допустим, там герлочок, который есть под руками, да, вернее, не то, что который есть под руками, например, клиентка хочет, чтобы ноготочки были зеленые, да, почему бы и нет. Вот, поэтому берем и, значит, зеленым цветом покрываем все ногти, а один пальчик молочным цветом и вот такую тонировочку делаем. И он тогда будет хорошо сочетаться с любым цветным покрытием, правильно, пальчик этот? Так, все, просушили, девчат, просушили. Теперь добавим, давайте, блеска, ну, Новый год же все-таки, давайте добавим теперь из этого же набора чудеснейшего, хэппи-нью-е, возьмем серебро, серебряную гелевую краску, так, сейчас я кисточку вытру и возьмем немножко серебра и вот так по краешку растушеванного синего геля добавим немножечко серебряного. Я пробовала делать красный цвет, например, а для красного розовые, например, блесточки взяла, хотя на самом деле может подошли бы и золотые, не принципиально важно на самом деле. Что-то я так так, с одной стороны и чуть-чуть тоньше делаю, с другой стороны. Так, кисточку смочила опять же в капельку базы и аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Растушевала блесточки в сторону синего теперь цвета, да, не к центру, а наоборот. Аккуратненько. Так, все, есть такое дело, да? Если вот край не получится не очень ровным, на самом деле ничего страшного не будет. Вы можете наоборот даже вот этот вот краешек по центру, да, аккуратно, аккуратно растушевать. Так, получается на молочной, да, основе у нас синий, блестящий. Так, и теперь давайте, какой мы возьмем с вами слайдер? конечно же, я предлагаю с Дедом Морозом, потому что мы прикольно можем ему увеличить немножко бороду, мы ему можем увеличить немножко усы, краешек в шапочке. Так, сейчас, секундочку, я, девчата, взяла ножницы, мне не очень удобно это делать в экране, но так, мне нужен Дед Мороз, Дед Мороз. Так, есть. Так, и давайте надпись, да, мы тоже возьмем. На самом деле, можно их разделить, можно поменять местами. Так, у меня есть на синем фоне Дед Мороз внизу, можно Дед Мороз прилепить, кстати, сверху. Давайте мы сейчас, я поменяю местами, просто у меня уже внизу есть. Так, и мне нужна, конечно же, мокрая салфетка. Сейчас найдем. Отлично. Рояль в кустах есть. Так, Дед Мороз, Мэри Крисманс надпись гласит. Так, и теперь аккуратненько, конечно же, все это дело прикрепим на поверхность. Значит, что хочется сказать? Вот, на липкий слой, по большому счету, можно, конечно же, прикрепить, да, наклеечку, нашу, наш слайдер, но мы всегда, девчат, прикрепляем, конечно же, на слайдер топ. Слайдер топ, очень хороший липкий слой, вот, очень хорошая дисперсия, и слайдеры прекрасно прикрепляются, шикарно держатся на такой поверхности. Если слайдер топа нет, можно, конечно, воспользоваться бейс-гелем, да, то есть, как бы базой. Если нету слайдер топа, так, вот это у нас слайдер топ, так, а это у нас база. То есть, можно воспользоваться базой. Так, нанесли тонким слоем, Просушили 10-15 секунд. Прикрепили на поверхность. Я уже сказала, что это будет Дед Мороз, например, в верхней части ноготочка. Секундочку. Так, 10-15 секундочек просушили. Так. Вот здесь у меня будет Дед Мороз. Но опять же, здесь могло быть все, что угодно. И елка, и Микки Маус. Может, у кого-то какие-то другие есть слайдеры, да, в наличии новогодние? Драконы какие-нибудь. Надо же быстро, правильно? Затонировали по краешку ноготочек. И прикрепили все, что есть в наличии. Так, обязательно, когда прикрепляете слайдеры, нужно, конечно же, подсушить. 10-15 секундочек просушить. И обязательно, девчат, любые слайдеры обрабатываются праймером или ультрабондом. Да, в нашем случае это вот ультрабонд. Так, обязательно. Потому что почему? У слайдера нет дисперсионного слоя. И для того, чтобы было хорошее сцепление с топом, конечно же, наносим ультрабонд на поверхность любого слайдера. Высыхает на воздухе 1-2 минутки. И после этого перекрываем топом. Значит, ну, у нас вот, например, самый такой распространенный, да, топ, это Текласс и Ультрашайн. Значит, по большому счету, если бы я ничего не собиралась дальше делать, мне достаточно было бы, например, Ультрашайна. Ультраблеск, да, на жесткой поверхности шикарно стоит, стеклянный такой топ. Но, знаете, он как нарцисс. Он не пористый материал. И если, например, я добавлю работу сверху с помощью Эмпастой, а я хочу сейчас, например, раскрасить ту же бороду, например, и сделать более объемной, хочу в работу добавить Эмпасту, то все-таки лучше всего это сделать не на Ультрашайн, для того, чтобы, ну, в целях безопасности, чтобы не скололось, а лучше это сделать все-таки на Текласс. Вот. Значит, поэтому сейчас я перекрою ноготочек топом Текласс. Перекрываем. Хотя это может быть и матовый топ, правильно, это может быть и глянцевый топ. Ну, под матовым как бы блестки хорошо видны, девчат, но в любом случае не так блестят, как под глянцевым. Поэтому я перекрываю топом Текласс. Просушиваю, беру тоненькую кисточку. Возьму, конечно же, я линеарную 5 дробь 0. 5 дробь 0. Линеарную кисточку. У нас есть и белая, и черная, и белая синтетика. Черная чуть пожестче, значит, белая чуть мягче. На самом деле сейчас не принципиально важно. Белая Эмпаста. Эмпаста, гелевая краска, которая не имеет остаточной липкости, и именно белой Эмпастой, да? Не, на самом деле есть и черная, есть любых других цветов. Значит, Эмпастой можно рисовать на готовой поверхности. Причем на матовой поверхности, на глянцевой поверхности. Это не принципиально важно. Поэтому я сейчас возьму немножечко Эмпасты. И аккуратненько вот тут вот краешек шапочки у моего Деда Мороза такой сделаем светленький. Немножечко выделю такие какие-то элементы. А то фон довольно-таки яркий, а наклейка как бы немножко теряется. Так, вот здесь вот на хвостике шапочки, да, вот здесь вот маленький бомбончик. Так, ну и аккуратненько добавим немножко объема усам Деду Морозу. Как-то летом мы делали много дизайнов, таких быстрых, скоростных. Добавляли слайдеры в виде цветочков. И лепесточки у цветочков делали более объемными. И вот сейчас по тому же принципу, да, я немножечко увеличиваю объем бороды и усов у Дедушки Мороза. И он становится таким более объемным, более привлекательным. Как будто вроде бы вы его сами нарисовали. Так, и никогда не помешает, если хотите, добавить где-нибудь снежиночку. И пусть это будут самые простые. Крест-накрест, крест-накрест, да, парочку-троечку линий. И на конце небольшие акценты в виде точечек. Пусть это будут несколько точечек, которые будут вот так аккуратненько где-то около Дедушки Мороза летать. И все это добавляет немножко праздника во всю эту картинку, которая элементарно, да, простая. Я думаю, что любой мастер, конечно же, справится с ней. Так, и просушиваем, конечно. Девчонки присоединяются, хотя я больше чем уверена, что, конечно же, скорее всего, перерыв у мастеров, да, немножко так подсмотреть. Вот, у кого-то пауза, у кого-то обиденный перерыв случился, наконец-таки. Вот, я тоже, девчонки, присоединяюсь. Вот, всех с наступающим. Хочется, конечно, чтобы у всех все было хорошо. Миру мир, солнышко на небе. И чтобы к мастерам приходили за красотой. Красота спасет мир, да? Не зря же так говорят. Вот, и все это как бы... Есть люди, которые мастеры... Ой, простите, клиенты, которые очень любят всякие дизайны. Есть клиенты, которые не любят дизайны, правильно? Ну, а мастер же должен подстроиться под любых клиентов. Вы со мной согласны? Если согласны, там, махните рукой. Я считаю, что это такой вот... Как бы не нравится, как бы дизайн не делаем, да? Нравится – делаем. Некоторые просто любят красный цвет, некоторые – черный френч. Вот я, например, не сильно хвастаюсь, стараюсь, чтобы было не видно. Я сейчас после прямого эфира тоже иду на коррекцию к моему любимому мастеру, Наташе Гановой, которая делает мне ногти уже 17 лет. И мы сегодня нарисуем праздничный френч черного цвета. Вот. Значит, мастера все-таки несут какую-то красоту в наш мир, правильно же, девчат? Так, ну вот такого Деда Мороза мы сделали, да? Очень такой простой вариант. Очень легко делаются дизайны, естественно, с... скажите, с чем? С помощью пластинки для стемпинга. И у нас тоже такая пластинка вышла к новогодним праздникам. Я думаю, что тоже многие мастера купили. Вот такая у нас есть пластина. Можно, допустим, самые простые снежинки, да? Допустим, не муссдокаться, а вот, допустим, просто отпечатать. Можно какую-то атрибутику взять, сделать. И мы с вами сейчас еще один типсик, естественно, сделаем. Потому что все это очень быстро получается. Значит, прикрепляемся на поверхность. Так. Давайте я что-нибудь с красненьким, да, теперь сюда пополню какой-нибудь красненький вариантик. Так, красный соединим, например, даже не знаю, с розовым. Ну, давайте с розовым соединим, почему бы и нет. Под вашим спасибо вам огромное. Я тут глаза подняла, Анна. Угу. И вам спасибо. Я аж прям что-то зависла, засмущалась, короче. Так, давайте с красным что-нибудь. Давайте что-нибудь с красным. Или не с красным, с синим. Я пытаюсь сейчас судорожно найти красивую какую-нибудь картинку новогоднюю. Да, это вот такие вот, например, объемные, да, слайдеры, которые вышли. Давайте вот, не знаю, с розовой чашкой совместим, например, да, или что-нибудь сейчас сюда добавим. Посмотрим сейчас, что пойдет. Что пойдет, то и пойдет. Давайте. Например, все-таки хотела с красным, думаю, с синим. С каким сделать? С красным, с синим, боже мой, кошмар. Глаза разбежались. Так, все, будем делать с синим и с серебром. Например, например, давайте, например, верхнюю часть, верхнюю часть делаем серебряной. Причем эта часть будет совсем небольшая. Гелевые краски, девчата, ложатся плотно, плотно, тонким-тонким слоем и очень-очень плотно. Так, сейчас, 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 тоненько, тоненько. Аккуратно, видите, гелевые краски отличаются от гель-лаков тем, что вот они ложатся очень плотно, тонко, но при этом очень плотно. И сразу полноценный цвет виден. Так, аккуратненько мы сейчас вот так. Верхушка будет серебряная, мы ее сейчас просушим. Ну, имеет смысл, да, все-таки с серебром вот синий посочетать. Ну, давайте уже продолжим тогда по синему гулять цвету. Я думала, сейчас сделаю красный с розовым. На самом деле, на любителя, да, можно красным с золотом сделать. Кстати, знаете, передачу вчера смотрела какую-то по телевизору. Сказали, что год же дракона, он там какой-то деревянный, зеленый, да, по-моему, если мне не изменяет память. Так вот, значит, вчера какая-то девушка по телевизору сказала, что надо, значит, какие цвета любит дракон? Это все-таки мифический такой герой. Вот, и по китайским там традициям все-таки надо встречать Новый год в красном, в зеленом или золотом. И, например, в бижутерии пусть будет красное, зеленое и золотое. Если, значит, там на столе скатерть или всякие там, ну, аксессуары, да, какие-нибудь красивые, то тоже они должны быть золотыми, зелеными, золотыми, зелеными и красными. Вот. Ну, а мы тут с вами ногти делаем синий с серебряным, да, на самом деле. Вместо синего можно, конечно же, взять красный, вместо серебряной пыли можно взять, ой, серебряной гелевой краски можно взять золотую. И если, например, у кого-то есть гелевые краски, доставайте. Как раз вот тут вот классно и золото идет, то, что вот нужно. Сейчас прям золотой какой-нибудь маникюр и красный маникюр, и можно их посовмещать между собой. И еще где-нибудь зеленую полосочку провести. Ну, чтобы, знаете, чтобы было дорого-богато, как положено в городе Ростове-на-Дону, все лучше и сразу. Так, ну давайте какую-нибудь атрибутику добавим, да? Да, давайте. Так, ну я предлагаю беленькой, да, беленькую красочку возьмем для стемпинга. Белая красочка для стемпинга. Так, и подушечка мне нужна. Сейчас я возьму. Тут все, рояль в кустах, все есть под руками, конечно же. Так, и мне нужна будет жидкость для снятия гель-лака. Ага, все. Так, ну что, поехали. Секундочку. Нечем убрать излишечки? Какую-нибудь дисконтную карточку возьмем. Все, сейчас мы быстренько отпечатаем. Так, ну давайте какие-нибудь, ну, например, да, такая атрибутика новогодняя. Тут вот коньки, снеговички. Все подряд. Убрали все лишнее. Легкий накат. Давить не надо. Все абсолютно набралось на подушечку с первого раза, слава богу. Так, отпечатываем. Так, приметила чуть-чуть, да, отпечатала. И, конечно же, мы будем прикреплять с вами сейчас какой-нибудь слайдер. Давайте мы сразу его обозначим. Душевный вечер. Это такие вот Нелк Рус, да, объемные картинки, которые вышли в этом году. Но они такие, довольно-таки универсальные. Несмотря на то, что у нас с вами зеленый, синий фон с серебром. Ну, давайте, например, вот эту веточку возьмем зеленую. Она очень даже там пойдет. Кстати, она как раз разделит нам это наше покрытие на две зоны. Да, будет четкая граница. И особо думать не нужно будет. Напоминаю, доставайте. Все остатки пойдут сейчас в ход. Надо не бояться. Просто, знаете, иной раз вот не подумал бы никогда бы в жизни сочетать. Синий, например, тут вот с зеленым что-то как-то нет. А вот в декорациях можно прям вот реально поглумиться. Так, ветка, шишка, какой-то снежок. Все, мокрая салфетка. И прикреплять будем на слайдер топ. Если слайдер топа нет, то на базу. Да, мы уже, в принципе, с вами договорились. Так, покрываем тонким-тонким-тонким слоем. Я еще что-то так не приметила. На правую сторону ноготочка будет или на левую. Сейчас посмотрим. Поэтому перекрываю весь ноготочек тонким слоем. Ну, заодно выравнивается все это дело. Правильно же? И берем линку. И будем прикреплять. Так, я предлагаю все-таки вот так сделать. Давайте, зеленые веточки будут торчать вверх. Вот так. Смотрите, как прикольно. Шишка. Прикрепили. Просушили. Обязательно обработали ультрабондом. Да? Ультрабондом обработали слайдер. Мы все слайдеры обрабатываем ультрабондом. Причем объемные слайдеры очень хорошо прям пропитываем. Пропитываем. Просушиваем на воздухе одну-две минуты. Одну-две минуты и перекрываем. Перекрываем. Опять же, я буду сейчас дополнять рисунок, например, белой импастой. Поэтому предлагаю перекрыть топом Теклос. Топом Теклос. Перекрываем объемный слайдер, девчат. Берем кисточку. Ну, мне нравится либо овальная, либо все-таки кисточка для градиента. У меня сейчас под руками овальная кисть. Вы просто берете и снимаете излишки топа с объемной картинки. Даже так вот несколько ее прижимая. А излишки топа вытираете с кисточки. Аккуратненько. Именно картинку, чтобы объем, да? Фишка этих слайдеров в их объемности. Все лишнее убрали. Просушили. Взяли импасту белого цвета. И доставили несколько точечек туда, где, например, какое-то неловкое такое молчание осталось. Сейчас посохнет 30 секундочек. Хотя бы 30 секундочек. Может, все равно потом досушим. Так. Тоненькая кисточка. Белая импаста. У меня тут на перчатке оставалось, но заполимеризовалось. Поэтому сейчас возьму капельку другое. Все аккуратненько. И теперь немножечко доработаем. По границе можно поставить несколько точечек. На веточку. Можно даже края вот чешуечек, шишечки, да, немножечко отбелить. Так, здесь вот еще тоже такие белые шарики. Я их сейчас чуть-чуть выделю. Так. Ну и, естественно, просушиваем. Естественно, просушиваем. Так. Угу. Так, это мы уже прочитали. Спасибо вам огромное. С наступающим. И вас с наступающим. Так, значит, Ольга пишет. Меня так впечатлили и зацепили дизайну вашего технолога в эфире, что до трех ночи себе делала. У технолога, у Юли? Ой, кстати, да, они же там, господи, одна Юля, вторая, третья. У нас там одних Юль тут, по-моему, три человечка. Конкретно, конечно, они там все красиво все делают, технологи. Звезды там на самом деле живут на девятом этаже в здании. Так, я сейчас вот сюда поставлю. И как раз-таки на экран, да, чтобы было удобно, если что, сделать скрин. Может быть, какую-то идею вы подчеркнете и для себя тоже. Так, ну что. Сегодня мы использовали остатки слайдеров, которые вышли перед Новым годом. С Дедом Морозом можно, да, затем мы взяли Деда Морозом. В конце концов, скоро, в конце концов, ко всем придет, да. Если кому-то еще не пришел, то уже вот-вот должен дойти пару дней, и все, и Новый год. Так, Микки Маус и Новый год. И, в принципе, вы знаете, слайдеры такие довольно-таки универсальные. Если у вас остались остатки, не выбрасывайте. Сложите куда-нибудь в журнальчик или там куда-нибудь в альбомчик. Потому что Деда Мороза, Микки Маус и елки, Лав, Мэри Крисманс и так далее, конечно же, доживут и до следующего года. И на следующий год вам обязательно пригодятся. Потому что, ну вы знаете, из года в год на Новый год, конечно, придумывают новые декорации. Но я вас уверяю, остается одна и та же атрибутика. Веточка, шишечка, бантик и так далее. Вот, поэтому как бы считаю, что материалы, да, очень универсальные получились. То есть можно оставить их и на следующий год. То есть как бы если у кого-то осталось неиспользованными. Так, теперь объемные слайдеры Нел Круз, да, 5D. То же самое. Ни к чему конкретному не привязываются. Одно и то же из года в год. Меняется только цвет, правильно, там то избушка со снегом, то без снега, то с милой, то сдуло снег с крыши, то еще что-нибудь. Фонарики в этом году мы очень много делали вариантов с фонариками. Кстати, вы знаете, у меня с собой есть планшетка, которую мы за это время сделали. Каких-то тут не хватает типсиков, но может быть кто-то вспомнит. Или как идею возьмет для себя, да. Смотрите, вот у нас были, начиная вот с кошачьим глазом, вот такие вот вставки мы делали, помните? Вот, делали такие вот связанные свитерочки всевозможные, именно с бархатным песочком, да. Вот, и прикольные с Микки Маусами, опять же, это вот эти же слайдеры, помните, не помните? То есть, как бы мы уже сделали, и вон бокальчик шампанского прикольно смотрится, да, на темно-синем фоне. Для любителей красненького, серенького, блестящего. Мои из всей новогодней серии очень сильно мне с фонарями зашли. Я уже говорила об этом неоднократно, видите, вот они интересные такие варианты, прикольные получаются. Может быть, где-то кто-то себе сфотографирует, так, со снежинками прошло, эфир у нас был, мы тоже сюда их прикрепили. И вот у нас получился целый такой, видите, рыженький фон прикольный, с зелененьким очень тоже мне зашел. Интересно смотрится. Вот, значит, это получается вот так, давайте. Чтобы, если надо, скрин сделать, какие-то варианты дизайнов для вас пригодятся, да, для ваших клиентов. Много разных вариантов. Так, ну и сегодняшние вариантики с Дедовыми Розами. Итак, Нелк Руст тоже такой универсальный. Оставляем на Новый год, если вдруг не израсходовали. Так, это то, что мы сделали сегодня. Новогодняя, синий фон, красный фон, прикольно. Пластина новогодняя, тоже классная, в плане, что, ну, Екатерина Николаевна молодец, потому что, на самом деле, универсальный вариант пластины, который пригодится не только в этом году, но и в следующем году тоже. Хотя мне хотелось бы, знаете, если честно, хотелось бы, чтобы на пластинке где-нибудь там в уголочке дракон бы какой-нибудь все-таки был бы, да, притаился. Ну и, тем не менее, как бы, пластина оказалась универсальна, поэтому оставляем тоже на следующий Новый год. И как раз, как бы, и начнем, как бы, новогодние праздники с того, что вспомним. А помните, у нас была пластина, а помните, у нас были декорации. Ну, конечно, как бы, добавим в работу и новые. Так, ну что, девчат, пришло время нам попрощаться именно в этом году. Ну, я вам говорю до свидания, да, до новых встреч. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья. Я хочу пожелать вам сбычу мечт, да, пусть все ваши мечты сбываются. Для того, чтобы мечты сбывались, нужно мечтать. Так вот, побольше мечтайте, побольше загадывайте в новогоднюю волшебную ночь в себе всяких желаний, вот. И мастерам, конечно же, я не считаю, что это очень легкий труд. Я считаю, что это довольно-таки тяжелый труд. И человеческий фактор никто не отменял, да, и нужно идти в ногу со временем. И, например, мне, конечно, вот, допустим, там, с высоты прожитых лет все тяжелее и тяжелее, на самом деле, идти в ногу со временем. Так, я надеюсь, что вы меня еще слышите. Я желаю вам всем удачи, здоровья, побольше всем денежных клиентов. Так, я желаю вам всем. 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 Так, я желаю вам всем.